Саня, скорость максимально включил? У меня перегрев тут будет. Всем привет, с вами Денис Мейджор, у меня в гостях Занудый Пекарь. Привет. Кстати, некоторые по нему скучали. Мы сегодня будем играть в очень забавную необычную игрушку на Wii U, она называется Affordable Space Adventures. Игрушка. И это одна из немногих игр, которая полностью прекрасно реализует вот эту идею асимметричного геймплея, которая была на консоли Nintendo Wii U, которой больше, кстати, нет. Что мы делаем? Мы играем в двухмерный... Ну, на самом деле, сейчас мы играем в черный экран. Как это тут? Прямоугольник. Но неважно. Короче, сейчас у нас загорится свет. Саня у нас инженер корабля, которого на этом самом... Надо сейчас, кстати, какую-нибудь... Снять тебя на камеру, чтобы это потом было видно и вставить это в видео. Где мне здесь... О, видеосъемка. Во, давай, включай нам двигатель. Включай двигатель. Так, и скорость включай. А, вот... А, это можешь менять скорость. Нажми на Trust. Да, это мы поставили какой-то ранний уровень, поэтому здесь мало, значит, этих самых пока индикаторов. Вот. А я управляю на Wii U геймплее. Я управляю, собственно, перемещением этого самого корабля, а Саня при этом управляет огнем. Так, ну давай, вперед. И освещением. Да, это освещение. Кстати, у тебя сканер тоже какой-то есть. Нет, сканер есть у меня. Сканер это фонарик, по-моему, вот этот. Не совсем, короче. У меня будет какая-то кнопка, но это будет дальше. Мы сейчас поиграем в этот уровень просто, чтобы освоиться с управлением, потому что мы здесь когда-то с женой играли, дошли до 20 уровня, но поскольку ты не играл ни разу, да и я давно последний раз играл, то будет неудобно. В общем, суть игры в том, что несколько людей до трех, одному играть неинтересно, сразу говорю. Должны взаимодействовать постоянно друг с другом. Вот. Теперь тебе нужно, смотри, у тебя сейчас появится, сейчас это тоже сниму, у тебя появится сейчас новая, скорее нажми кнопку ОК. Ага. Вот. Это что-то подводного. Вот. Это вес, вес. Масс-генератор. У тебя появился генератор массы. Ты его можешь нажать, выбирай на посильнее. И мы сможем таким образом погрузиться. Да, погрузиться в воду. Вот. Мы погружаемся в воду. Я этим управляю. Так. Так. Ага. Ну да, да, да. Так видно нормально. Так. Хорошо. Вот. Сейчас пока простые совсем задачи. На самом деле, если вот, допустим, это был бы чистый синглплеер, отключай, 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 отключай. Массу. Да, отключай массу. Вот мы вплываем. Смотри, мы не разобьемся сейчас. Ну, надеюсь, нет. Если бы это был синглплеер, было бы очень легко, неинтересно и скучно. Но, то есть, фишка в этой игре именно то, что несколько людей, они, как бы, пытаются друг с другом договориться, что делать. И в серии, а, включай, выключай. Нет, это я не тебе. Это я так. Для демонстрации того, что... Так, а что можно? Да, да, да. Тебе нужно смотреть на индикатор, но... А что сейчас? К твоему счастью, мы прошли уровень. А, мы прошли уровень? Уровни довольно короткие, и поэтому их легко пройти, на самом деле. Просто нужно взаимодействовать. Понимаешь? По идее, командовать должен ты. Потому что у тебя командный пульт. У меня инженерский пульт. То есть, ты можешь мне сказать, там, Джорди, всю энергию на массу, или всю энергию на щиты. А, точно, точно, да. Отлично, нажимай А. Джорди, нажимай А. Почему Джорди? Потому что Джорди Лохворч, Стартрек. Да? Да. Кстати, были такие игры еще, по-моему, много их было, именно по Стартреку, где нужно было... Я сейчас сгорю, мы сгорим. Так, что мне отключить? Что мне отключить? Двигатель поменьше. Да они совсем же его отключают. Джорди, ты баран. Короче, вот это берешь и поменьше давай. Вот. Вот. Так, чтобы не сказать. Это бензиновый двигатель. Тут будет еще один двигатель электромагнитный. Но на электромагнитный двигатель будут реагировать определенные ловушки. Роботы здесь всякие. Так это они на свет реагируют? Мне кажется, да. Либо на свет, либо на двигатель. Вроде пропало. Пропало, действительно. На что он реагировал, пока не знаю. Вот. А здесь сейчас надо будет, чтобы открыть эту дверь, наверное, выполнить какой-то простой пазл. Слушай, реально игрушка про черный квадрат. А мы поярче можем что-то сделать? Давай настройки посмотрим. Гамма-коррекшн, например. Вот, например, мы... О, ну давай хотя бы вот так, а то наши зрители нифига не увидят. Игрушка будет про черный квадрат. Вот смотри, я нажимаю. Уже нажал, все, дверь открылась. А, да? Серьезно? Хорошо, хорошо. Вот. По стартреку были такие игры, где нужно было как бы от лица капитана давать команды офицерам, чтобы они там включали энергию туда-то, летели туда-то и так далее. А кто был в роли офицеров? Персонаж из сериала. А, нет, я думал, если бы ты тоже с другими людьми взаимодействовал. Нет, они были синглы. Здесь же фишка игры не в геймплее, здесь геймплей примитивный. Здесь фишка именно во взаимодействии, поэтому я не стал снимать ее один, потому что о чем прикол? Это же игрушка не для... В идеале вообще для трех. У нас трое человек в кадре не поможет. У меня тут какая-то инструкция с флеера. Мне предлагают осветительную ракету запустить. Вот, да, да, да. Сейчас, а где тут я не вижу. Вот. Нет, это или у меня. Подожди. Это, наверное, нет. Вот. О, вот, да. Я могу пускать осветительные ракеты, которыми можно нажимать какие-то штуки. Подожди, а которые далеко. А вот где бы эту штуку найти? Вот, давай сюда. Вот, 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 вот. Целься, целься в нее. Ты целишься. Так, ну ты выйди хотя бы на... Ну вот я примерно так. Ну ты прямо, короче, целься и все. Короче, просто вправо целься и... Во, все. Прикольно. То есть один целится, другой двигается и третий нажимает на кнопку. Ну было бы, если бы нас было еще на одного человека больше. Четвером уже нельзя. Одному неинтересно, четвером нельзя, так что либо двое, либо трое, но это очень весело. Сейчас сразу, чтобы четвером нельзя... А что будет? Тут и так, когда втроем играешь, третьему человеку просто реально вот на две кнопки нажимаешь. Вот условно один пилот, да, один инженер, один мог быть, например, стрелок. Понимаешь, здесь все равно самое большое... Вот, жми и давай продолжение. Самое больше всего действий нужно выполнять тебе. Вот с этим вот, потому что у тебя будет вся... Мы потом обязательно покажем какой-нибудь поздний уровень. У тебя будет вся панель в этих вот переключателях. Тебе нужно будет еще их вовремя, там у тебя будут все материться, орать. В этой игрушке, наверное, очень прикольно играет, как все напились. Я думаю, ну-ка, давай вниз направляй. Че там? Что там за фигня? Ничего. Нет, в смысле, прямо направляй. Прямо, вправо, 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 просто вправо направь. Право? Да ничего там нет. Ну, а... То есть надо вот туда выстрелить. Или пролететь, или выстрелить. Смотри, тебе... А, вот! Тебе, смотри, тебе еще нужно что делать. Ну, когда я это тоже сниму. Тебе нужно сейчас его наклонять. Подожди, мне нужно разблокировать телефон. Чтобы менять положение... Да, 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 да. Именно так. Ну, нажми окей, давай, и наклоняй уже. Так, вот я его сейчас. И полетели, что ли. Вот. Во! Теперь в обратную сторону. Все, полетели? Ну да, типа того. Ага. Как я это все монтировать потом буду? Короче. А прямо как есть. Не, ну просто вот эти вот короткие видео. Так, что у нас здесь? Все пусто. Мы куда-то долетели. Что-то начинается. Это мы... Завязка игры такова. То есть здесь уже какого нету. Просто ты, типа, турист, путешествуешь по каким-то местам, взяв свой... Короче, наняв космический корабль, взяв на прокат. Вот эти все слова, они абсолютно бесполезны. Это просто надо бы стекутся, что ты... А что делать? Смотри, у тебя винда на экране. Статус broken. Вот именно почему... Что? Да, я сниму тоже. Да, 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 это забавно. Забавно смотрится. Фокус... Вот. Винда. Не паник. А, вот. Сейчас будет антигравитационная, наверное, штука, да? Еще один должен быть рядом. Что-то, что, я должен быть, я прослышал этот момент. Клоус нажми. Закрой эту штуку. Короче, нам нужно что-то найти, чтобы починить наш корабль. Давай, включай мне двигатель. Так, двигатель. Двигатель мне запили. Джорди, энергию на двигателе. Ну да, типа того. И... Орф, энергию на щиты. Ага. Это вот сюда мы сможем протиснуться, мне кажется? А, мы уже протиснулись. Давай, наклоняйся там. Так, у меня сканер надо включить. Дождь, мне кажется, уровень прошли. Видимо, дальше будет развитие дальнейшего сюжета. У тебя пишется звук? Ну да. Хорошо. Так, вот загрузки здесь долгие. Загрузки долгие. Единственный, наверное, недостаток этой игры. Фиг с ним с графоном. Не ради графона игра. Вообще не ради чего. Она довольно простая, примитивная. Физика примитивная. Здесь нет каких-то очень сложных пазлов. Как я уже сказал, вся сложность всех пазлов настроится исключительно на том, что люди не всегда могут взаимодействовать друг с другом. Поэтому по сюжету мы не профессиональные пилоты, а туристы. Ну, по сюжету. Сюжету. О, давай, я сюда опускаю. Вот в это, в это, в это. А, мы можем и сами, в принципе, нажать. Наверное. Видишь, четыре нужно таких штуки сделать. Во-во-во, а сейчас мы... Надо, чтобы срикошетило? Наверное. А, она понимает, что она не очень-то... Молодец. Я понял, от чего срикошетило. Я понял. Давай. Нажимай. Запускай двигатель. А, вот. Крути баранку. Хе-хе. Вот, смотри, там внизу, видишь, уголок. Да. Вот нужно, чтобы от него... Надо, может быть, заряд какой-нибудь сделать. Подожди, неееееее. Вот, видишь, она иная, становилась такая более плотная. Ну, вот, когда она красная. Не-не-не, она как-то... Подожди, или как-то надо, может быть, в другом месте... Давай в другом. Ну-ка, сюда, сюда, может быть, пойти вот сюда. Ну, что мы здесь сейчас найдем. Что-нибудь интересное найдем. Во-во, видишь, мы нашли вот эту штуку, например. Теперь мы можем спуститься вот сюда. А, во-во, смотри, мы ее сейчас толкнем. Так. И... Толкай ее туда. Так. Вот. А теперь от нее, наверное, будет хорошо отражаться. Наверное, так. По-моему, так. А вот... Стой, потом что-нибудь... Так, мы с этой уже... А, вот с этой пока непонятно. Видимо, должно выключиться что-то. Может быть, там вот эта голубенькая тоже что-то антикорритационная? Может быть. Давай. Ну... У меня кнопка заела. Дейта, может тебе откалибровать позитронный мост? Давай включай себе этот свой позитронный мост. Двигатель заводи. Так. Ну... Вот. Так. Хорошо. Попробуй от воды вот от этой отразить. Точно. Точно. Наверное, от синего вот этого, да. Это вода? Ладно. Ну... Так. Ворота открыли. Переливающиеся, наверное, вода. Дверь мне запилили. Все. Следующий уровень. Уровни короткие. Ну, может быть, и хорошо. То есть, ты как бы прошел и... Ну, ты же сохраняешься. Прогресс сохраняется между уровнем. Можно закончить игру. Потому что, когда вдвое играет, мне кажется, это эмоциональная напряженность. Сильная такая. Человек эмоционально устает. Чего ты на меня орешь, понимаешь? И все. Ну, как-то так. Давай, нажимай. Да. Так. Вот. Теперь мы движемся с... А тебе ЛВТА негде нажимать, что ли? Я могу нажать А, но оно не работает. Понимаешь? Странно. Потому что кнопка работает. То есть, обязательно опять какой-то... Мы должны облетать... Ооооо. А скорее всего, смотри, тебе сейчас, наверное, сообщение напишут, что, скорее всего, мы должны их тихо облетать. Так. Да? Что тебе написали? Да? Я не буду снимать. ВВСенсор. Ага. Короче, смотри, нажми сейчас... У меня будет, скорее всего, сенсор. А как перезапуск делать? Чем сканер, включаю двигатель. Так. Сенсора нет. Вот, вот, смотри. Вот сенсор. Вот. Он показывает радиус. Давай, наводи на тот. Радиус их... Боружей. Да. Так. Как он противно пищит. Давай вот на нижний, на нижний, а то... Ага. На верхний. Что? Я не долетел. Или долетел. Ну, хотя бы они не убивают на месте. Не убивают на месте. Правда, сбрасывают так, что... Включайся. Ну, как бы, да. Вот у тебя двигатель включился. Пока не остановишь падение своё, будешь падать. Какая умная мысль. А если пробовать включить двигатель в момент падения? Ух. Работает. Давай. О, я не видел. Я его не видел. Двигатель? Ну, ага. Включи двигатель. У тебя не работает. Не работает. Работает там. А, ну, уже... Так, давай вот это. Зато двигатель. Вот это. Вот. Шатдаун. Видишь? Ну, и всё. Мы прошли уровень. Dark Souls. Dark Souls. Надо, наверное... Давай сейчас уже... Это как пандам масс-генератор. Сейчас мы выберем уровень уже куда-нибудь подальше, посложнее и побольше всяких... В районе 15-го где-нибудь? Да. В районе где-нибудь 15-го. Я думаю, сейчас уровень на 10-м. И мы не стали показывать игру с самого начала, потому что там долгое вступление и выбор уровня... Ой, не выбор уровня, а там обучалка, вот это всё так... Level Map. Вот. Level Map. Итак, мы запустили 20-й уровень, чтобы посмотреть побольше, чего здесь есть. Вот, смотрите, вот так теперь выглядит контрольная панель. Здесь, значит, у нас датчики, звук, температура корпуса электричества, ну, электромагнитные импульсы. Два двигателя здесь у нас, бензиновые двигатели, здесь электрические, ну, и сканеры. Ещё у нас Leading Gear, это посадочная какая-то штука. Ну, будет, видимо, ещё что-то, потому что две этих свободно. Дальше просто мы пока не нашли. Сейчас мы будем пытаться поиграть уже в более сложный уровень, где требуется больше всего. Будет всякие машины, которые реагируют на электричество и нужно будет переключаться между двумя двигателями. Давай. У меня разнообразие электрические двигатели. Давай, мы на нём ещё не летаем. Видишь, он бесшумный. Он бесшумный, это его преимущество, поэтому, если что-то реагирует на звук, мы можем это пролететь. Ты просканер, кстати, он, ты же знаешь, да, мы можем сканировать? А, ты его включил, ты направляешься? Да, вот он включил. Хорошо, хорошо, давай полетели. И давай просканируем эту штуку. А вот дасселератор вот это что такое? Ускорение, по-моему. Нет, это не её... Она, видимо, реагирует на электромагнитный. Давай попробуем на бензин. Давай попробуем. Хотя, может, она просто на приближение реагирует. Звук, температура... О, температура, да. Так, подожди. Может быть, её как-то выключить надо? Может быть, если бы мы поиграли в предыдущие... А, подожди, я же не сканер на... Вот сканер, давай. Сканер, ага. Она просто на движении. Вот. Так, дай-ка перейти. А, вон кнопка, действительно. Ой, не надо, электрический. Подожди. Сейчас. А, я знаю, как туда попасть. Смотри, я всё, я понял. Мы сейчас по этой штуке съедем. Понял? Чтобы там подпрыгнуть? Нет. Нужно будет выключить всё. И, наверное, включить лендинг-гир. И выключить двигатель. Ой. Лендинг-гир. Включи двигатель обратно. Так, вот, смотри. Вот. Тебе нужно выбрать вот эту, которая, типа, да, едет. Сейчас отключаешь... Разворачиваемся. И отключай двигатели. Отключай двигатель. Во! Так, 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 так. У-у-у-у-у. Стреляй. А, точно. И надо туда стрельнуть. Всё, мы поняли, как делать. Давай возвращаемся. Вот. Ну, нет. Это, это... Э-э-э-э. Ну, целишься-то плохо, чё. Это ты виноват. Ха-ха. Почему у нас самолёт жопой вперёд летит? Какая разница? Главное, и летит. Ну, ладно. Вот, тихо-тихо-тихо-тихо, не включай ничего. Нас же убьют. Вот теперь можно сам ещё. Да. А теперь нам, наверное, обратно нужно. Там, помнишь, вот это было... Да. Верь. Верь. Она, наверное, открылась. Так, отключаю посадочный. У-у-у-у. Вот. Всё. Все дела. Так, а чё мы уровень прошли? Вот, видишь? Да. Всё, давай дальше. Ну, они короткие. Правда, непонятно, чё они так долго загружаются. А так, ну, нормально. Нет, вот в этом, понимаете, в этом уже и есть взаимодействие-то командное. Вот именно вот в этом. Потому что вот нужно вот вовремя всё делать. Не просто там, ты сделал или не сделал. Типа, включил двигатель, а я, типа, лечу. А вот именно, что нужно одновременно выполнять какие-то действия. Ну, это круто. Круто это в игре. Вот где это ещё сейчас есть? В какой игре ещё это можно сделать? Если применительно не к кораблю, а к людям, в последнем Rainbow Six Siege, кажется, нечто подобное. Так, сканируй. Ну, в смысле, я скани... Ай, не сканер. Вот сканер. Ого. Так, это, наверное, на звук реакция, да? А, нет, на электромагнитный. Видишь? Мы летаем вокруг неё? Ей пофиг, потому что она реагирует на электромагнит. А включи электромагнитный двигатель, просто продемонстрируй. Вот. Понял? Давай, до бензина мы-то летим. Так. А так, игрушка простая, ничего сложного, просто надо командно работать. А, вот нужно попасть вот в ту, наверное? Да. Так. Видишь, она на короткое время. Да. Так. А это что? Открылась дверь. Давай сканируем её. Так, она, судя по всему, на температуру реагирует. Тогда включаю электромагнитный. О-о-о! Нет, 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 нет. Кажется, я ошибся. Включай бензиновый двигатель. Улетай нафиг оттуда. А так нельзя было, да? Я думал по ногам, я думал я между ног там пролечу как-то. Угу. Ну, ну. Давай. Э-э, так, а что это у меня? Ага, понятно. Ты всё зашкаливает? Это... Чего-то моргает, всё хотя бы... Слушай, а на бензиновом? А на всё равно. А как? Может быть проскользить? А на чём? Здесь мы не можем проскользить, не на чём. Не на чём? Вот, может быть, разогнаться, быстро отключить двигатель и на посадочный проскользить? Так можно в некоторых случаях, но не знаю. Во-первых, абсолютно это сам прямой. Во-вторых, тут явно не скользящая поверхность. Так, а если... А если... Она ведь дижетка, да? Она ведь дижетка. Да, что? А может быть её надо приманить и умигать? На лазерах, да. Хм. Давай, заводи машину. Так. Пальни мне в чём. Пальни мне как будто тут... А может, этого как раз не стоило делать? Видишь, она двигается, она двигается, видишь? Да, я вижу, она, кажется, очень злая. Вот. Слушай, а ну-ка на зелёную кнопку давай нажмём. Всё, не работает. Я просто думал, вдруг её можно будет, знаешь, придавить прессом. Попробуем, кладем её. Ну, как-то она не тянется. Мне кажется, далеко очень. А вот, смотри, она стреляет вообще чем-нибудь? Нет. А залети кого-то в жёлтый, ну, в поле грине. А, всё, я понял, я понял. Иии, целься. Хренась. Как-то я... У меня была другая идея. Подожди, а совсем слева, что куда мы её ещё можем заманить? К второй пушке, которая её расстреляет. Там пушка есть? Ну вот. А, мы прошли которую. Да. Давай. Хорошо. Если, конечно, точно долетим где-нибудь. Если, конечно, так и надо. Я надеюсь, что так и надо. Саня! Что, Саня? Ты скорость максимально включил? У меня перегрев тут будет. Ну, значит, сделай электромагнитный. А, блин, если электромагнитный, нас тогда... Давай попробую скорость. Да, скорость. А стабилизатор тогда? Стабилизатор поменьше. Ну, я просто буду не очень стабильно летать. Ну, ты как-нибудь целься там получше. Она идёт? Ага. Нет, нет. Ну, чё? А может, над ней пролететь? А, можно, смотри, вот туда её затащить и над ней, если пролететь. Чё за хрень? У тебя... Перегрев? Видимо, да. Нет? Нет. Так, подожди, вот смотри, мы отсюда начинали, что ли? Или чё? А может, правда, чтобы она сюда упала, нужно? Кстати. Давай. Как-то она... А может, облететь её просто поверх? Точно. Целься! Чё? Целься! Всё? Целься! Прошли. Тупая штука. Да. Хорошо. А, теперь смотри... А, вот! Эээ... Так. Ага. Теперь лезем вниз. Ага. Так. Куда-то летим. Воздушный шарик, помнишь, мы уже видели? Угу. Сюжетный шарик? Не знаю. Типа, мы можем контактировать. Да, я вот это сниму, что-то. Угу. Угу. Сюжетный шарик? Угу. Угу. Она сломалась... Кажется. Ну, ладно. Полетели дальше. Давай. Включай двигатель. Так, и летим. Угу. Угу. Какое-то он дымит начал. Ну, потому что бензиновый двигатель. Угу. Угу. Высоко здесь нельзя ещё взлетать, потому что... Так автобус. Хиппи. Может это... Плохо будет. Так, я надеюсь это выход какой-то с этого уровня. Ну, я думаю, на этом мы остановимся, потому что мы, в принципе, поиграли в сложные уровни, простые уровни, показали, как это работает. Действительно, игрушка немножко странная, но, как мне кажется, довольно интересная. Что скажешь? Ну, для нескольких людей. Побольше бы людей увеличить количество. Тогда нужно геймпады всем, понимаешь? Что-то так, то же как. По-моему, у Юсити проблем не было в своем времени. Ну, как проблем не было? Нужно все это покупать? То есть, изначально-то есть только Wii U геймпад, на котором ты можешь играть инженером, а вот уже надо покупать, например. Ну, для игр Wii U, да. А прикинь, нужно было бы 3 Wii U покупать. Вот. Так что, такая была вот игра, affordable space adventures на Wii U. Если вам есть с кем играть дома, там, с семьей, покупайте. В принципе, здесь разные действия, то есть, наверное, инженерам будет сложнее всего, проще всего, если вы втроем играете, там нужно будет нажимать на две кнопки, по сути, ничего сложного. Ну, или одному, там нужно будет просто вот ездить, и тоже ничего сложного. Так что, мне кажется, идеальная игра для семьи. Ну, а с вами был Денис Мейджор и Зануда Пекарь, и мы снимали для вас летсплей. И я напоминаю, что каждое воскресенье у меня на канале Super Mario Maker. Кажется, Вера, проходите Super Mario Galaxy 2, по вторникам какой-нибудь летсплей. Ну, и в остальное время различные обзоры, инструкции, первые взгляды и все прочее. Так что, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать все интересные видео об играх и игровых консолях. Ну, и ставьте лайки, мне будет очень приятно. И спасибо, что смотрели, до новых встреч, пока! Пока!